Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. У памятника героя техстрок Сергея Михалкова, дяди Степы, сегодня расположена одна из точек патрулирования сотрудников полиции ДНД. Будущий специалист информационной безопасности, студент Вадим Гангазов, в рядах народной дружины почти год. День спланирован четко. Учеба, дозор, сон, а далее по аналогии. Просто как-то листал в социальных сетях то, что как бы задействие сотрудникам полиции, патрулирование вместе с сотрудниками полиции. Ну, как-то решил собраться туда, пойти в штаб, записаться, набраться опыта. Сейчас вот заканчиваю последний курс и иду в ряды органов МВД. Военные пенсионеры, пенсионеры МВД, а также студенты профильных, юридических и правоохранительных вузов и СУЗов. Сегодня в структуре Самарского ДНД более 400 дружинников. И все они отмечают 8 лет с момента возрождения движения. Задача добровольцев – помогать правоохранителям поддерживать общественный порядок. Они являются как общественным контролем определенным за деятельностью правоохранительных органов, так одновременно и оценочным моментом для сотрудников. Протягивая, скажем так, не просто руку помощи, или они не заменяют или не замещают действия сотрудников полиции. Они показывают поддержку общества, правоохранительной системе и вообще в принципе закону. Сегодня в работу дружинников входит не только патрулирование улиц и участие в культурно-массовых мероприятиях, но и отслеживание через социальные сети страничек, при помощи которых осуществляется сбыт наркотических средств. По этой линии дружинники ведут информационную работу со школьниками и студентами. За только прошлый год было задержано 500 человек по данным нашего наркоконтроля и, соответственно, было изъято более 600 килограмм наркотиков. Это все мы рассказываем о том, чтобы, так скажем, несовершеннолетние студенты, они понимали серьезность данной ситуации. Вот эти мероприятия мы проводим не только для галочки какой-то, потому что вот мы так сделали, реально, чтобы снизить уровень преступности. Для многих дружинников сейчас соучастие в добровольных рядах, возможность реализовать себя в профессии и расти по карьерной лестнице. За 8 лет в полицию и силовые органы устроились почти 250 человек. Ольга Павлова, Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.